Привет друзья! Взял я себе новый автомобиль Hyundai Sonata в седьмом кузове мотором 2,4 литра прямиком из Америки Первое что решил с ним сделать это установить защиту двигателя Так что присаживаемся поудобнее и смотрим это видео до конца Ну а прежде чем я начну хочу напомнить про свой канал на Яндекс Дзен Там так же как и на ютуб выходит видео, а еще там выходят статьи на автомобильную тематику Все что связано с гаражом и не только Буду всем там рад, все ссылки в описании под этим видео, ну а я начинаю Так как автомобиль низковат, есть риск налететь на что-либо С нашими-то дорогами Поэтому мотор двигателя снизу лучше конечно защитить С выбором защиты двигателя я обратился в проверенную компанию Carbon И к защиту я уже ставил себе на предыдущий автомобиль И сейчас я решил что лучше композитная защита чем металлическая Выглядит она вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Композитная защита в два раза легче металлической и в три раза прочнее Она не подвержена коррозии, не ржавеет и прочность ее зависит от многослойности Как правило такие защиты двигателя состоят из 10 слоев Берется стекловолокно, полиэфирная смола и армирующий материал Чаще всего используют композитный материал, углепластик или карбон Такие защиты прочные и одновременно легкие Они не резонируют на скорости и не шумят Также они устойчивы к нашим реагентам зимой Эти защиты не деформируются при ударе А если удар достаточно сильный, то защита двигателя лопнет и позволит мотору уйти вниз Это позволяет не причинить вреда пассажирам, сидящим в салоне автомобиля Так сказать, такая защита сохраняет пассивную безопасность Да и вообще, я с такой защитой откатал уже не один год И могу с уверенностью сказать, что данная защита выручала не раз На ней были следы ударов и глубокие задиры Но тем не менее, защита свою форму не потеряла Поэтому загоняем автомобиль в гараж на установку защиты и на сонату тоже Итак, друзья, загнали наш автомобиль в гараж на яму Снизу наблюдаем вот такую картину Как вы видите, снизу установлен штатный пыльник Он из мягкого плотного тканевого картона Похожий на картон с тканью Здесь, как вы видите, ушко уже оторвано Где-то заломы, загибы Здесь спереди, как вы видите А бордюр, скорее всего, уже продрали Машина заезжала на бордюр Здесь задир Палец пролазит В общем, такая вот картина Этот пыльник, да, защищает от пыли, от какой-то грязи Но он никак не защищает от физических повреждений, от механических Мою новую защиту можно ставить поверх штатного пыльника Он даже не помешает, но тем не менее, я решил снять штатный пыльник и сравнить размеры штатного пыльника и новой защиты Снимать я буду вот таким вот ключом, головкой на 10 Откручиваем вот эти гайки И убираем штатный пыльник в сторону Вот так выглядит штатный пыльник Он разборный Ну, а так вот выглядит уже новая защита Если положить новую защиту на штатный пыльник, то видно, что по длине новая защита закрывает штатный пыльник А вот по бокам чуть-чуть остаются ушки С другой стороны, эти места закрываются другим пыльником Поэтому не сильно критично Главное, что по длине все закрывается Причем в некоторых местах вот эта часть закрывает от новой защиты больше, чем штатный Кстати, по длине штатный пыльник заканчивается примерно вот в этом месте То есть здесь вот настолько больше закрывает новая защита Вот эти уши закрывают лишнее пространство Ну, а тут, соответственно, штатный пыльник чуть больше Плюс-минус, в общем, одинаковые Пока снят штатный пыльник, я решил заменить перегоревшую лампу на более мощную Philips В лампах ходовых огней на автомобиле Sonata два режима работы и две нити накаливания У меня в одной лампе одна нить накаливания перегорела И поэтому один режим работы на этой лампе не работал Вот так горят все четыре лампы Нижняя горит и эта нижняя горит Но так как у нее две нити накаливания В этом положении в гараже датчики света видят, что темно Поэтому включают две лампы На улице в автоматическом режиме вот эта лампа не горит Соответственно, вот эту лампу и нужно поменять Поменяем сначала одну лампу и посмотрим, насколько лучше она станет светить Лампы я купил себе вот такие Philips Vision Plus Плюс 60% к свечению обычной лампы Сделаны они в Польше Ну и давайте посмотрим, как же они светят Вытащим отсюда лампу, поставим новую и посмотрим разницу между этой и этой Вот так вот белая лампа изнутри выглядит Отсюда легко добраться, вытащить старую лампу и поставить новую Первое, что нужно сделать, это отсоединить фишку Надавливаем на язычок, тянем ее вниз и фишка снимается Затем достаем патрон вместе с лампой Патрон просто поворачиваем по часовой стрелке Соответственно, он поворачивается и спокойно вытаскивается Вот так выглядит патрон Как вы видите, внизу, внутри лампы, одна сгоревшая нить валяется То есть светит только одна нить, вторая перегорела Сама лампа мутноватого цвета Поэтому в идеале, конечно, менять Лампу, как вы видите, я поменял Вот эту нижнюю, не знаю, заметно сейчас или нет Но светит она гораздо ярче Это штатная лампа Это новая Вот так новая лампа светит в темноте А так светит штатная Если смотреть на границу света, то пучок от новой лампы гораздо больше, гораздо ярче То же самое и снизу На полу новая лампа освещает гораздо больше пространства, чем штатная Вот так вот светит штатная То есть на полу вообще ничего не освещает Единственное, вот на воротах небольшое пятно есть У новой лампы пятно гораздо больше И на полу больше освещает Вот так светит новая лампа Как вы видите, внутри фонаря гораздо светлее, чем с другой стороны А так светит штатная лампа Свет тоже есть, не сильно отличается Цветовой оттенок у них одинаковый Теплый, желтый свет Но тем не менее, штатная светит чуть хуже Так как мы убедились, что новая лампа светит чуть ярче Переходим к замене второй лампы Здесь тоже самое, легко добраться рукой снизу Также снимаем фишку, вытаскиваем патрон и меняем лампу на новую Как светит новая лампа, мне понравилось Не сказать, что сильно лучше, но тем не менее, разница, конечно, есть Но давайте все-таки вернемся к защите двигателя Итак, друзья, решил я все-таки сохранить штатный пыльник Оставить его на месте Закрепил все назад Посмотрел, крепежное отверстие ставится поверх него Так что ничего страшного, если он останется Наоборот, даже лучше Закладные спрятал сюда и сюда Вот таким вот образом Берется закладная И просовываюсь сюда, прячется Это в одном месте И здесь тоже самое второе место Спереди я через штатные болты закрепил вот такой Z-образный кронштейн Крепежные кронштейны закреплены Закладные спрятаны Теперь можно ставить новую защиту В принципе и все Ну вот, друзья, и все Поставил новую защиту на свое место Штатный пыльник сохранился Остался внутри Ничего он не мешает Поддон двигателя не касается Штатный пыльник Так что все отлично Сзади крепится на двух болтах Ну и спереди, соответственно, четыре болта На кронштейны крепятся Теперь за низ двигателем Можно не переживать Защита стала хорошо, плотно Держится хорошо Удар принимает Не вибрирует То, что нам и нужно Мотор снизу мы защитили Теперь здесь все шикарно смотрится и защищено Защита встала идеально Конечно, она слегка опустила моторный отсек к земле Под капотом просвет уменьшился на 3 сантиметра Но, с другой стороны, сам мотор теперь защищен надежно Да и грязи в подкапотке будет в разы меньше При замене масла теперь придется откручивать на 6 болтов больше Но для меня это не страшно Я доволен А вы что думаете? Как вам такая защита двигателя? Напишите свое мнение в комментарии под этим видео На этом у меня все Если это видео вам понравилось, ставь лайк, подписывайся, нажимай колокольчик Чтобы не пропустить следующие видео Пока-пока